Ну вот, продолжу я обзор. Значит, это я вам показала. Спускаемся вниз. Это типа как через дорогу переходим. Ну вот, красивая здесь подсветка. Ну, это ночью в основном включается. Обычно на днем ходим, но ее уже нет. Видите, здесь всякие вот разные картины красивые, чтобы не скучно было ходить. Вот. Турецкие, получается. Ну, это вот Россия. Ну, есть там вот в начале купола, наверное, это больше как Украина. Вот. Ну так, не скучно идти. Сейчас, кстати, утро. Очень свежо. Рекомендую. Вот сейчас 7 утра. Ну, вообще уже пол шестого хорошо. Прям прохладно. Потому что тут климат очень такой душно. Влажность сильно повышена. О, кстати. Заказывайте фотографии. Мы, кстати, фотосессию проводили здесь. Заказывали вот там фотограф. Мы очень рекомендуем. Очень хороший мужчина, знаете, и красиво фотографирует. У нас очень много на память фото. 233 фото. Он на территории отеля, но можно сказать, пойти там в скалах пофотографироваться. В общем, ну, рекомендую просто. Это и память хорошо, и мужа освободить на отдыхе от фото. Так, смотрите. Вот бассейн здесь. Ну, тут вода холодная. Вот такой вот мини-аквапарк. Мини-мини. Мы тут тоже съезжали. Все очень... И тут вид. Вот самое главное. Здесь очень красивый вид. На горы. В принципе, из-за чего мы этот отель и выбрали. Вот еще бассейн здесь. Столовая. Вот люди уже собираются, ждут. И, кстати, вам сниму. Я сняла очередь. Та, которая вот на ужин люди собираются. А вот тут вот, конечно, вставлю вам. Лежаки. Обязательно вставлю вам ту очередь, потому что на завтрак и на обед места всегда есть. Завтрак вообще до 10 утра. Семи до десяти. А вот ужин — это жесть. Это надо, получается, приходить раньше, как-то столики там бронировать, бегать. Вот мы, когда первый раз приехали, мы же не знали. Мы пришли на ужин, как обычно. Вот. И, получается, очень долго без стола были. Посмотрите, какая красота. Просто невероятно. Я сейчас так еще и присяду. Вообще обалдеть. Так. Сейчас покажу вам. Здесь напитки можно брать. В общем, он с одиннадцати, по-моему, открывается. И аж там до четырех или до пяти. Тут мороженое дают. По некоторым дням раздают. Тут тоже очередь большая. Смотрите, какая тут территория красивая. Пальмы, горы, сосны, галька. Здесь тоже есть санитарная комната. Ну, вот. Красиво. А вот снэк-бар. Здесь тоже такой пиццы. В общем, можно подкрепиться, если мало на обеде накушали. Мы так иногда приходили. Вот первый раз, когда приехали, мы на обед не успели. И мы кушали, можно так сказать, обедали здесь. Картошка фри такое вот здесь. Ну, что из салатов есть. Ну, такой мини. Ну, и красивый вид отсюда вот тоже открывается. Сейчас, конечно, немножко, наверное, солнышко будет вам слепить. Вот. Деты красивые, которые внизу идут. Но я еще спущусь вам. Пляж покажу обязательно. А вот отсюда красиво, шикарный вид. Вот. Еще здесь. Столики. Полежать можно. Очень такая, знаете, вроде бы небольшая. Территория. Но местом хватает всем. Вот. Там, например, тоже классно. Вот красивое фото получается. Красиво. Вот так вот пальма, цветы. Видите, там вообще очень так интересно. Ой, сейчас я вам по мостику пройдусь. Одно из моих самых любимых мест здесь. И вечером, кстати. И утром очень здесь атмосферненько, красиво. Вот видите. Интересно. Фонтаны вечером включаются и с подсветкой. Классно. Невероятно. Особенно те, кто еще кушает. Вот там вот, возле фонтанчика. Вообще супер. Отлично все. Шикарно. Красивые здесь фото вот получаются. Да тут вообще красиво. Везде, мне кажется, получится. Так вот. Вот тут столовую мы обходим. Тут столики. Так атмосферненько. А вот, получается, это столовая на улице. Ну, как, часть столиков, которые стоят на улице. Есть так, типа, как в саду. Тоже посмотрите. Так хорошо. Вот, кстати, на ужин лайфхак. Как забронировать столик. Кидайте туда кепочку. Вот. Туда. Куда. Докинете. А некоторые вообще через забор перелазят. Ложат туда. И все. Мы, кстати, тоже так делали. Я знаю, может, это не очень хорошо так делать. Но, что ж. Как говорят. Выживает сильнейший. Или как. В общем, так. Интересно. Ну, вот. Столовая часть. Тут детский клуб. У нас ребенок. Мы старшего с собой брали. Он особо по такому не ходит. Здесь дискотеки всякие. Вечером развлекательные программы. В общем, тут интересно. Не скучно. Сначала мини-дискотека для маленьких деток. А потом уже для взрослых. Вот еще одна часть. Столовой. Конечно, тут хорошо. Горы. Вот так ешь с видом. Выбираешь себе вид на сад, на море, на горы. И детская площадка. Смотрите. Но я смотрю, здесь из-за карантина. Немножко, видите, там целлофаном накрыли, опечатали. Или как правильно сказать. Вот. Ну, вот тут детки гуляют. На вот это я видела малыш. Малыша запутал. А вообще, я, может быть, это так, через забор его. Потому что я сколько хожу, я не вижу, чтобы дети... Наверное, нельзя сейчас из-за карантина. Но с детками тут хорошо, в принципе. Есть детский бассейн. Вот мы же проходили, там была и детская часть. А еще здесь есть козочки. И много петухов. И куры еще ходят. И коты. О, котов тут вообще. Такая спортивная площадочка. Там еще, кстати, дальше я вам покажу. Можно еще и такие тренажерчики. Вот. Сейчас я вам еще и козлят покажу. Ну, это уже такая часть, можно сказать, персонального обслуживания. Я извиняюсь, если я заговариваюсь. Я так немножко стесняюсь, хожу, когда я это снимаю. Но я думаю, всем интересно посмотреть об отеле обзор. Потому что, когда мы выбирали отель, нам YouTube очень помог. Ох, смотрите, какие тут друзья. А я ничего не взяла. Видите? Ну, наверное, козочек держит, чтобы сыр. Мне так что-то кажется, потому что здесь сыр такой вкусный очень. Ну, и сама, видите, площадочка. Я немножко пройдусь, раз я зашла уже, воспользуюсь моментом. Вот, все поливается, газончик здесь все так. Ну, вот, в принципе, получается вот такой вот детская зона. Ух ты, тут еще и крутятся карусельки. Ну, видите, карантин внес свои коррективы, новые правила. Но, тем не менее, отдохнуть можно очень хорошо. Экскурсии есть. Вот мы ездили. Очень понравилось нам. Особенно морскую прогулку. Берите сюда морскую прогулку обязательно. Здесь такие красивые места возят. Вообще не передать словами. Вот. Мы очень довольны. Просто в восторге. Ну, вот, в принципе, вот, как я говорю, YouTube нам очень помог во время выбора отеля. Очень-очень. Нам, значит, и скидывали и пятерки, и... Ну, мы просили кемер. И пятерочки скидывали нам, и четверочку еще какую-то одну. Но, благодаря обзорчикам, вот, людям, которые делают обзоры, мы выбрали, остановились на выборе этого отеля. Его, кстати, в отзывике, и те отзывы не смотрела, все... Все были довольны. Вот, это тоже был для меня такой фактор важный. Вот, тоже скинули нам вроде бы отель, но вокруг нет гор или гора где-то вдалеке. Ну, нет, хочется, чтобы территория была красивая. И горы, море, рядышком тоже, чтобы была, потому что были пятерки на второй линии. Вот. Ну, как бы... У каждого свои просто требования, свои приоритеты, я так считаю. И каждому свое нравится. Вот. Ну, это очень хорошая четверка. Потому что мне девочка одна говорила, что была четверка, и там были шезлонги за отдельную плату. Это интернет, вай-фай тоже за отдельную. И по питанию. Ну, по питанию я, конечно, тут у каждого свои требования. Ну, например, голодным вы не останетесь, и выбора очень много. Так что, как бы, тут свои тоже приоритеты у людей. Кто-то вегетарианец и мясо не ест. Ну, тут, кстати, для вегетарианцев рай. Тут очень много. Есть такой отдельный стол там с закусками, вот. И все из овощей. Вот, видите, я зашла вам еще территорию показать красивую. Тут тоже черепашки. Кстати, мы видели черепаху, я хотела ее заснять. Вчера как-то морская прогулка на остров Кекова. Если я не ошибаюсь, там мы ездили вот этот вот затонувший город, ну, остров. Очень красиво. И там, как раз, черепаху видели, но я так, пока фотоаппарат доставала, она уже и нырнула вниз. Вот. Так что, Ютуб помогает. И вот мы же смотрели по Ютубу все отели и остановились все-таки на этом, Бельфинар, Клаб-отель. Кстати, тут людей очень много. Мы из Украины, например, да. А здесь очень много белорусов, русских. Из Украины как-то мы, ну, был человек, видели, кто-то из Киева. Кстати, на конкурсе, я помню, мистер Бельфинар там был один мужчина, принимал участие из Киева. Такой земляк. Вот, так что. Вот так вот. Видите, я вам показываю еще. Иду вдоль, так получается, набережной, да. Сейчас еще выйду на море. Я вам, наверное, еще море и вечером сниму, потому что, видите, солнышко мне не дает вам им снять. Лежаки. Лежаков хватает, в принципе. Видите, уже люди заняли. Полотенце кинули, положили. И все. Вот так. Тут еще, видите, такая площадочка, как спортивная. Вот. Интересно. Ну и само море вот. Ну что, пойду вам море покажу. Самое главное, что, ради чего приезжаем сюда все. Это море. Вода соленая, соленая. Кстати, здесь галька. Ну, сейчас увидите. Сосны, шишки. Кстати, еще хочу сказать, тут тоже фото красивые тем, кто людям любит фотографироваться, таким, как я, например. Тут очень красиво получается. Вот. Вот. Ну, как бы гора, да. И пальма. И там еще сосна. Вот так красиво здесь получается. Так что. Нам еще, когда тур выбирали, тоже говорят, для фоток вообще. Ну, как, ну, тут не самый такой, конечно, был, говорят, такой, как живописное место. У нас вообще вот вчера встретили женщину из Белоруссии. Она, говорит, уже сюда седьмой или восьмой раз приезжает. Вот, сейчас я вам говорю. Я думаю, если... И у нас тоже в городе, когда мы выбирали, например, тур нам тоже кто-то есть, девочка из турагентства сказала, говорит, у нас уже и третий раз есть оттуда. Так что, раз люди возвращаются, значит, есть. Зачем? Значит, нравится. Значит, хорошо. Кстати, хочу вам показать, вот так как тут галечка, видите, неудобненько. Особенно вот с детками, да. Ну, здесь смотрите, что придумали. Вот такие деревянные заходы. Очень удобно, очень хорошо. Вот. Их тут несколько, их тут три, видите. Всем хватает, все залезут в море. Мостик еще есть. Так вот. Есть такой мост. О, я вам... Ну, просто солнышко у меня сзади спины, ну, сзади меня, и будет вам так сейчас красивая картинка. Ну, и само море. Уже как есть, так снимаем. Кстати, вот там вот дальше дикий пляж есть. Я сейчас попробую приблизить, если, ну, извиняйтесь, если будет какая-то вот не слишком так четко там, я не знаю. Вот, видите, камни вот начинаются, оттуда люди прыгают. Вот. Там еще Альмара отель крутой такой, пять звезд. Вы тоже будете проходить. Так. Ага, видите, я немножко пошевелилась, если вам сразу плохо стало видно. Ну, вот, получается, видите, вот эти камни, очень хорошо там, красиво, живописно. Сейчас я отдалю. О, отлично, когда зум такой, не знаете, вот я вам приблизила. Аж то, вот. Ну, туда идти легко. Вот тут по надбережкам выходите, вот там калиточка, я снимала, там калиточка была, security еще написано было. И идете в толь пляжа, там немножко по Галечке пройтись через этот отель Альмара. Там нормально, если пройдете, никто к вам не придерется. Ну, как бы, можно все. Ну, минут 20 где-то идти. Но это того стоит, сходите. Сходите, это того стоит. Вот, очень красиво там, живописно и очень супер. Вот, кстати, за фотографа тоже просила, чтобы там на камушках нас сняли, пофотографировали. Вот такие вот еще заходы есть. Мы, кстати, на парашюте катались в Реши. Очень хорошо. Такие вот заходики есть. Ну, в принципе, все, не судите строго. Вот, хотя я хочу помочь людям тоже при выборе отеля. Мне, ну, как бы, хочется, чтобы отдых отлично, классно прошел. Запоминающий, с хорошими эмоциями возвращаться домой. С новыми силами, с новым вдохновением. Так что... Кстати, сейчас еще цветы вам покажу. Я просто люблю цветы. Для меня это... Ну, люблю просто. Вот, смотрите, какой красивый куст. И, кстати, там можно ножки обмыть. Все можно. Вот, сейчас покажу. Вот уже сейчас утро, ну, где-то полвосьмого, и уже начинают парить. Так, стоп. Ну, вот. Можно обмыть ножки и пойти дальше. Все, давайте буду заканчивать с обзором. Уже, наверное, вам затянуло. Ну, все нравится, все классно. Приезжайте. Надеюсь, кому-то помогло. Угу. Спасибо.